Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Бордер Коля Влог. Конечно, когда я начала снимать, стало ветрено. Мы сейчас на водопаде Кейла. Вот такой водопад. Мы доехали сюда сами. 10 километров на велике вместе с этой мордой. Нас никто не хочет теперь отсюда забирать. Так что придется еще 9 километров пилить самим обратно. Пойдемте в лесочек, где менее ветрено, и там я вам больше расскажу обо всем. Меня шатает, ребят. Ну, не в смысле того, что мост шатает, а тяжело одной рукой держать и лево, и велик. Сейчас поедем дальше. В парк. Устроились мы сейчас вот на такой полянке. Ложись, Лео. По нему вообще не скажут, что он устал. Я думаю, он еще столько же спокойно пробежит километров. Так вот, сейчас нам ехать обратно где-то 9 километров. Как мы это будем делать? Да, Клео у меня не спортсмен, и бегали последний раз мы такие большие километры. Да вообще никогда столько километров мы на велике не проезжали. Получается, 18 километров мы пробежим. И еще. Будем делать сейчас так. Пробежим 3 километра, 15 минут отдых. Просто лежим, отдыхаем. Потом еще 3 километра и еще 3 километра так же. Темп низкий, средний, маленький. Почти как с шагом. У нас выйдет это где-то 2 часа. Если шагом идти, тут примерно 1 час 40 и пешком. Мы пойдем на велике, во-первых, мы и с перерывами, так что у нас будет 2 часа, наверное, уйдет. Так, нас отказались забирать. А пока что мы часик вот тут посидим, просто отдохнем. Я хочу, чтобы он полежал, отдохнул, ничего не делал. А он не хочет лежать. Ложись. Где-то вот мы 20 минут, минут 15 ладно, гуляли. Я ему дала еды и воды. Хоть это, я знаю, что это неправильно, что нельзя давать, то есть надо через час, через 2 давать уже есть и пить. Но так, ему еще столько много ехать, ему нужна энергия. Так что пусть он, ну, ничего страшного. У нас это практически идет как пешая прогулка. Мы едем реально очень-очень медленно. Обратный путь всегда обычно быстрее и проще. Мне просто жалко его лапки. Ну, лапки более-менее в нормальном состоянии. Не совсем отличном, но неплохом. Приедем. Когда я приеду, я покажу, чем я буду обрабатывать лапушки. Видите, вот его лапки более-менее нормальные. Трещины это были у него до этого. А так лапы более-менее, ну, очень даже нормальные. Все, а теперь час отдыхаем. Он сидит, лежит и отдыхает. Его можно в тенек отвезти еще, если надо будет. Ребят, это называется... У меня было два варианта. От того места, где я сейчас находилась. Сколько там? 8,7 километров. 8,7 или 8,6. Лиза выбрала другой путь, второй, на котором еще не каталась. Здесь 8,6. Ну что, поздравляю. Шикарный грунт. До этого мы ехали все время на асфальт. По асфальту. А тут теперь такая хиромантия. Едем в какой-то поселок Кару какой-то там. Там дорога. Что, кстати, вообще куда нам? Сюда, туда. Вроде сюда. Ну что, ребятки, мы почти добрались. Нам осталось минут 30 где-то. Вроде классно. Даже без перерывов. Сейчас доедем до поворота. И там сделаем 5-минутный перерыв. А дальше все. Прямая до дома. Летает. Ряд целево. Че это еще было, да? Че это еще было такое? Все. Прямая до поворота. 5-минутный отдых. И прямая дорога домой. Там минут 5 ехать и все. Уже прошло несколько дней. Хотела вам же показать, какой крем-мазь я использую после вот таких активных, длинных пробежек, так скажем. Которые достаточно травматично работают на подушечке лап. Вот такой у меня крем. Мне его как-то дарили. Уже точно не скажу. Вот, еще раз покажу. Я уже точно не скажу, он на воске или на мяде. Вроде на воске. Ну, в общем-то, само действие крема мне нравится. Вы видели, что у Лео есть трещины на лапах. А эти трещины только из-за того, что я забываю иногда ему помазать. Ляк, 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 лежать. Вот такой он беленький. Просто беленький крем. Просто берем и чуть-чуть тонким слоем намазываем это все на лапки. Если это делать каждый день, тогда трещинки уходят. Если, ну, подзабивать, как делаю иногда я, то трещинки снова появляются и лапки становятся более грубыми. Ну, я не считаю, что это стоит делать каждый день. Я думаю, это как больше профилактическое. То есть, вот побегали, лучше помазать. Если нагрузок особо нет, лапки не нагружаются, то пусть лапки лучше будут немножко жестковатыми. Мне кажется, так для собак намного лучше. Они все-таки не носят тапочки, не носят ботинки, так скажем. И на грубых лапках легче ходить, наверное, чем на мягких пяточках. И так все, я промазываю, все классно.